Перед началом обзора поясню за негодование в комментариях, мол, почему обзор прошлой серии вышел как пересказ. Дело в том, что предыдущая серия была такая же, как серия с межгалактическим телевидением, где было место пародии на Гарфилда и Лаки Чармс. А значит, разбирать это было бессмысленно, поскольку почвы для размышлений в той серии просто не было, в отличие от предыдущей. Поэтому я решил немножко поугарать над этой серией, сделав её в своём традиционном стиле. Ну и попытался поразмышлять там, где это было уместно, но этого было крайне мало, поэтому относитесь, пожалуйста, к этому с пониманием. Седьмая серия начинается с Саммер, который надоело убираться за всяким инопланетным дерьмом от Рика. И, кстати, корабль, который сильно повредил Рик Прайм в пятой серии, уже подчинят и снова в строю. Насчёт того корабля из пятой серии поясню. Я понял, что это корабль Космобет, и в той серии я думал, что это будет новый корабль для дальнейших путешествий в сезонах. Мол, старый корабль был повреждён так, что он погиб, но нет. А в другой сцене, когда они улетают обратно домой, я не обратил, к сожалению, внимания, что они летят на старом корабле. Плати! Чё? В общем, сделав всё нужное, Рику сам опросит у него браслет, который повышает или понижает её характеристики, например, её мышцы. Правда, это уже было в другом сезоне, и там она была гигачадом до вообще появления как таковых чадов. Этот браслет ей поможет на вечеринке её, возможно, будущего парня для повышения эго, ну и для повышения шансов на будущие потрохушки. Ведь так? Судя по всему, старшая школа – единственное приключение, которое Саммер пока не может расколоть. Она порабощала цивилизации и даже самого бога, Рика. Но вся эта подростковая движуха с социальным статусом ей не даётся. Приходится жульничать. Не вовремя приходит Морти, который тоже хочет такой браслет. Однако, Рику не охота делать новый браслет, несмотря на то, что Морти помог ему в пятой серии сильнее, чем сделала Саммер сегодня. Поэтому он заслуживает большего. Но, правда, Саммер так не считает, и он идёт на вечеринку как мальчик для битья. Рик в мешке того же мнения. И, кстати, о нём. Оказалось, Рик никому не рассказал, что достиг цели всей своей жизни. А ещё он справляется с опустошением гораздо быстрее, чем можно было ожидать. Терпение явно пошло ему на пользу. Он понимает свои границы и эмоциональное состояние. Поэтому исчезает. Какая-то речь заходит о Прайме. В Cold Open нам заодно дают понять основной конфликт серий. Морти, который довольствуется тем, что Рик ему отвалит против Саммер, который трудится и получает то, чего хочет. С обоими сторонами мы уже сталкивались. Даже видели, что случается, когда Морти получает то, что хочет. Тот же путь сохранения из чана с кислотой. Только было непонятно, почему Рик так по-разному относится к своим внукам. На вечеринке Саммер перед всеми жонглирует своими характеристиками, очаровывая всех из своего будущего парня и подружайку, у которой есть планы на Джерри. Напомню. Саммер, я хочу трахнуть твоего отца. Серьёзно? Морти из зависти пытается разблочить махинацию Саммер при её парне. Но тот всерьёз не воспринимает его заявление. А Саммер, видя в нём кайфа ломщика, поясняет за базар. Но Морти хочет большего от браслета. Например... Учитывая, что нынче нету Джессики, достойная замена. Хотя более достойной замены в виде планетины никто не отменял. С нетерпением жду её камбэка. Саммер готова выгнать Морти, но своими шаловливыми ручками Морти делает из неё невесту для Франкенштейна. И отбирает браслет, делая себя гигачадом, заставляя течь подружайку Саммер и не только её. Саммер в стиле мальчишника в Вегасе делает расчёт на нейтрализацию ЧСВ Морти, ей это удаётся и начинается махач, который продолжается до бассейна, где они под водой сливаются в единый организм в стиле вспомнить всё. Открой свой разум! Да, это уже второй раз за сезон, когда отсылаются на этот фильм. Правда, если там это было лишь небольшое камео, то тут на этом завязан весь сюжет. По этой сцене можно чётко понять, насколько скучным был бы сюжет о регуляторе характеристик. Вы, наверное, вначале пытались предположить, куда пойдёт история, и сценаристы это предсказали. Первым делом нам хочется чего-то большего, масштабного. Драмы, развитие, основного сюжета. Отсюда быстро рождается мысль о противостоянии поумневшей Саммер и Рика. Но нам лишь дали попробовать эту идею, когда Морти вкачал интеллект сестры на максимум. Но потом резко появился акватор. Саммер становится уродской родины и сбегает с вечеринки крику домой, который смотрит шоу торт или не торт, которые какие только блогеры не делали и какие только видосы не снимали. Например, вот эта жуть с котом. Реакция кота просто чисто я в этот момент. Итак, приготовьтесь к тому, что Морти будет всю серию ныть одну и ту же фразу. Открой свой разум! Охренеть! Поначалу вроде и прикольно, что решили вновь спародировать эту киноклассику, которую кто только не пародировал. Но потом это начинает дико раздражать. Хоть тут и ясно, что Морти пытается докричаться в агонии до Саммер. Но да, не воспринимает его крики о помощи до поры до времени. Предлагаю вспомнить про вспомнить. Все. Вновь. В фильме Куато был лидером марсианского сопротивления и практически не появлялся в кадре, а лишь упоминался. Появлялся он всего на несколько секунд, незадолго до финала. И слегка отличался от версии из Рико и Морти. В кино Куато умел говорить. Человек определяется не своими воспоминаниями, а своими поступками. Откройте свой разум! И управлял своим носителем, а не был просто наростом. То есть к оригиналу, ближе всего, главный злодей серии. А весь прикол с Куато в Куато, насмешка над тупым сюжетным поворотом и вспомнить все. Там зрителям намекали, что мифический Куато знакомый им персонаж, а потом оказалось, что в нем был персонаж поменьше. Рик и Морти просто решили не останавливаться на одном твисте. Кстати, если учитывать обманку с регулятором характеристик, всю серию с Куато можно считать Куато этой серией. В смысле истинного сюжета, который вылез из того, что изначально оказалось нам линией эпизода. Интересный факт. Вспомнить все основан на рассказе Филиппа Дика «И нам все припомним». И в нем не было никаких Куато, мутантов придумал Дэвид Кроненберг, который начал работу над экранизацией. Позже его на режиссерском кресле сменил по Верховен, но Куато остался и дожил до финальной версии. У Саммер с Морти теперь два мозга на одно тело. Саммер пока не думает о том, что с ней произошло. Ее волнует социальный статус. Если бы не хейт, она наверняка сделала бы что-нибудь другое, но в погоне за одобрением даже не подумала о судьбе братишки. Но Рик отказывается помогать ей, мол, сделка за сделку. Она же питается тем, что видит, а значит пусть за свои слова и отвечает. По унижайся до утра, там и видно будет. Ей быстро надоедает кормление плотоядных растений и решает отвлечься. И вот так совпадение для сюжета находит вечеринку, в которой она может быть принята за свою. Ведь и у них есть свои пупы земли. Правда, некоторые находятся не на пупе, но тем не менее. Саммер надоедает унижаться ради Рика и сваливать на ту вечеринку, где все ее принимают за свою. Даже бармен. Пока Чмотти орет во все горло, мол, услышь меня посредством открытия своей чакры, к ней подкатывает паренек в шапке. Я хз, почему в клубе он в шапке? Так модно, понимаю, но так тупо. И у него тоже есть свой пуп земли с довольно красивым причесоном. Даже интересно узнать, как они дошли до жизни такой. Добровольное хирургическое вмешательство. Или тоже в бассейн упали в драке. Саммер встраивается в тусовку уатаграберов, во главе которой Кеннет, Иисус и Джаред Лето в одном флаконе. Он нас очень рад видеть. И, как говорится, танцуют все! Саммер и ее новый паренек после клубника прогуливаются по улицам. И Саммер даже восхищается своему новому превращению. Превращая своего мальчика для битья Моти в свою путеводную звезду. Увы, это путеводная звезда приводит к тому, что этот паренек втирается в доверие таких наивных, как Саммер. Ведь стоит приехать одному фургону, как этот парень вставляет ей нож в спину. И Саммер похищают. Далее поймете почему. После укола снотворного, Саммер, у которой отделили Моти от тела, просыпается, будучи на пути к печи. И, воспользовавшись своим продвинутыми отрика волосами, вовремя спасается. Печь в основном для тел, но я тут еще и пиццу делаю. И ты как раз идеальный кандидат на эту пиццу. Даже недавно такая пиццерия открылась. Кстати, запомните эту девушку, мы к ней еще вернемся в конце серии. Тем временем, Бет беспокоится, что ее дети пропали. И просит Рика, не без помощи щипцов, найти их. Заюзав камеру видеонаблюдения, Рик находит пункт назначения Саммер. Тем временем, Саммер находит своего бойфренда-предателя. И берет его в качестве проводника к Морти. Тем временем, Морти не в лучшем здравии. И узнаем главнюка всей этой куатовской бизнес-мафии. Кеннет, который был в клубе. Мы узнаем от него, что вся эта куатовасия была сделана для аукциона, в котором таких как Морти и продают. Такое вот легальное, если это вообще легальное рабство. Причем, некоторые из этой породы были выращены искусственно. И были внушены, что они не такие, как все. Создав такой кует-куату. А вот самый редкий алмаз, который более дорогой, чем обычно. Правда, как он об этом узнал, история умалчивает. И почему других из клубника не берут на подобную трапезу. Чем они хуже. Тем временем, Рик выбивает дурь и инфу. А Саммер и Морти у кого только не попадя. У водителя такси, у бармена и у двух бандитов. Но Саммер сама находит Рика. Она узнает, что все это время Морти пытался доораться до нее, чтобы она в прямом смысле открыла свой разум. А именно, телепатическую связь с ним. Что и происходит. Морти в полной жопе. Его почти продали на аукционе. Команде нужно спешить, и они добираться до аукциона. Минус слов нового бывшего парня Саммер в стиле Хомлендера. Рик применяет ответочку. Хотя это его очередной гаджет, который имитирует звук излучения. Типичные экстрасенсы. Не так ли, Бошария? Бошария! Рик и Саммер добираются до ведущего аукциона и не троллят ее. Параллельно выбивают еще пару дверей. Открой свой разум! Где они его нарыли? У кого такая здоровая грудная полость? Ну, судя по размеру головы и по его голосу, то у этого чувака. Звать его Хавьер. Хавьер! Овца сказала Хавьер. Хавьер! Хавьер Кастельянос Контрерас. Гватемалец с самым низким голосом в мире. Рика и Саммер зажимают и им приходится прыгать из окна и буквально приземляться на пятую точку Рика. На надувную. Бодиты их настигают и нет, чтобы применить способность по разрыву мозговых клеток, как это было ранее. Зачем? Лучше клишировано тупо будем стрелять, чтобы дать возможность нас убить. Даже с помощью волос Саммер, что кстати круто. Во время перестрелки мы узнаем от Рика это. Я считаю тебя своей ровней, потому что уважаю. Ты напоминаешь мне бабушку. Чего? Что? Миленько, миленько. Рика и Саммер мчатся к яхте. Покупатель вот-вот прибудет, надо действовать быстро. Куато Морти вырубает доктора его же шприцом, а Рика Саммер уже тут как тут. И тут Кеннет раскрывает свое истинное лицо в виде Куато. У которого есть Куато в квадрате с лицом Мика Джаггера, который управляет роботом в стиле Плактона и из губки Боба. Набрасывается Морти и начинается махач между ними, в которую Саммер просит Рика не вмешиваться, дабы хоть как-то повысить свою значимость у Морти. Правда это выглядит как унижение, мол младенец бьет младенца. В обоих смыслах. Ах ты гаванюк вонючий! О, у него нож! Разве это нож? Вот это нож. Хотя по размеру это больше, скорее ножик. Ножик? Ножик? Хуёжик, блин! Морти не справляется с Куато Джаггером и он перевоплощается в трипл Куато. Ну или Куато в кубе. Их трое или четверо? Я сбилась со счета. Учитывая, что Кеннет был лишь средством передвижения, их все-таки было трое. Легким движением руки Рик перехватывает управление роботом Куато и топит его. Но понты Морти дороже всего и нет, чтобы послать его желание приобрести робота Ходунки куда подальше и наконец заняться нормализацией Морти. Но зачем? Поунижаться как терпило перед внуком он считает стоит того, чтобы приобрести робота для Морти, едва не вернув к жизни трипл Куато Джаггера. Хотя с другой стороны унижение стоило того, ведь он выигрывает матч по смеси регби, метании тарелки и гольфа. Четверским, правда, способом, но выигрывает. Зато зарабатывает себе авторитет, а Саммер в свою очередь познает мораль, что порой лучше быть самой собой и принять себя такую, какая ты есть. И отвергать тех, кто этого не понимает. Правда, есть одно но. Помните ту бабеху, которую спасла Саммер от печи? Так вот, порой, конечно, лучше быть самой собой, но экспериментировать никто не отменял. Если не получится быть как Саммер Смит, то порой лучше быть как Макс, Элли, Харли Квинн, Бабл Гам, Шира, Рокси, ну или как Сан Джунипера под Белинду Карлайл. Попробовать Скитлс, так сказать, если у нее это не вызовет рак с бесплодием. Правда, в серии напрямую об этом не говорится, но в других произведениях тоже не говорят напрямую, а показывают таким наоборот. Правда, она вскоре и в ней разочаруется, так что советую Саммер перейти на сторону золотой середины имени второй буквы английского алфавита, чтобы угодить всем и вся. Блин, Саммер Смит, какая же непростая ты личность. Этим она мне и нравится. Этим она нам и нравится. Сразу заспойлерю насчет Морти, с ним будет все в порядке. В следующей серии, где вернется Айсти. Нам, увы, не скажут, как он станет вновь нормальным, но надо ли оно нам? Сварганил что-то Рик и все готово. Понятно и без слов. Сцена после титров меня немножко разочаровала. Там просто куато-богачи в маскарадных масках не смешно угорают с цифрой, которая символизирует инь и янь. А когда дело доходит до прямого значения, то клишировано разочаровываются в этом. Прям как и я. Жена хотела заняться сексом, но я сказал, что только в позе 69. Лишнего ляпнул, Майкл. У тебя есть жена? Сцена не самая худшая, но если сравнить ее с остальными сценами в этом сезоне, то она просто плоха. Во всех смыслах. Даже не стоит и открывать разум, чтобы это понять. Конец седьмой серии. Конец седьмой серии.